Здравствуйте, это канал газеты Рязанские ведомости и Дмитрий Соколов с обзором событий недели. Жить без чудес нельзя на свете, и оно, это чудо, случилось в минувшую пятницу. В районных областях листал дождь, а в Рязани, где в это время возле Успенского собора праздновали память всех святых к земле Рязанской просиявших, только тучки хмурились. Правда, на следующий день, 24 июня, накрыло уже всех. Субботнее утро явно не задалось. В Москве объявили режим контртеррористической операции, в столице и в Московской, Тверской, Липецкой, Тульской областях отменили праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Павел Малков выступил с обращением к гражданам, охарактеризовав обстановку в регионе как спокойную и контролируемую. Праздничные мероприятия в Рязани шли своим чередом, в том числе и выпускные вечера. Для их проведения были арендованы театральные и концертные залы, и поскольку артисты остались не у дел, весь актерский темперамент по закону сохранения энергии переместился куда-то в другое место. Усидеть дома было невозможно, хотя строчки Иосифа Бродского, бегущие по экрану в салоне автобуса, накануне призывали меня, не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Город был спокоен как никогда. В Центральном парке культуры и отдыха молодежь самозабвенно разыгрывала медали на фестивале уличных видов спорта, в перерывах обсуждая только тему набранных баллов по ЕГЭ. Некоторые политические силы начали было вновь разыгрывать карту единого госэкзамена, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, но все их потуги выглядят вялыми. Общество явно взволновано другими проблемами, к тому же многие успели убедиться, что лучше стресс при сдаче ЕГЭ, чем коррупция в вузах. К вечеру субботу ненастья развеялась как дым. Во вторник на заседании правительства области губернатор поблагодарил всех коллег, которые в режиме оперативного штаба отработали весь этот непростой день и сказал, что это по сути уже наша история. Жизнь потекла в привычном русле. Центр управления регионом озвучил основные направления, вошедшие в топ-5 по количеству обращений граждан в соцсетях. На первое место снова вышли проблемы ЖКХ, затем следуют дороги, медицина, благоустройство и мусор. Было сказано, что среднее время ожидания ответов ведомств и оперативных служб на конкретные жалобы людей в соцсетях составило 3 часа 10 минут. Финансовый университет при правительстве России представил на неделе свой рейтинг качества жизни регионов. Рязань заняла в нем 45 место, список проблем, тянущих вниз, возглавила медицина, а к ЖКХ и дорогам добавились экология и образование. Экология вообще изрядно разогнала поток обращений и жалоб, особенно постарался Клепиковский район. Оттуда не переставали приходить сигналы о нашествии непарного шелкопряда. Вредитель атаковал десятки, если не сотни тысяч гектаров в районах области и размножился до такой степени, что напал даже на не очень вкусную для него хвойную растительность и тростник на болотах. Пострадал региональный памятник природы Дубки близ села Заокское, а Мещерский национальный парк изъеден вдоль и поперек. От дальнейшего распространения насекомого рязанские леса и парки спасла сама природа. Гусеницы раньше срока вступили в стадию окукливания, и скоро из них появятся миряды бабочек, которые оставят потомство, и с ним нужно будет разбираться уже этой осенью. Подробности читайте в пятничном номере рязанских ведомостей. Непарный шелкопряд продемонстрировал нам жизненный цикл актуального вредителя. Сначала он жрет от пуза, если ему никто не препятствует, быстро принимает масштабы стихийного бедствия, а потом превращается в легкокрылое существо и улетает. Центр защиты леса уже предупредил всех, не стоит расслабляться, на подходе не менее опасные нарушители экологического спокойствия. Сосновый пилильщик и сосновый каконопряд. По названию видно, что зайдут они со стороны хвойных лесов. На минувшей неделе меня зацепила новость о выловленных обломках затонувшего батискафа Титан и заставила о многом задуматься. За аварией следил весь мир, безумно жалко погибших людей, искателей приключений. Но это повод задать вопрос, какие ценности исповедует человечество. Состоятельные, успешные люди, чьи достижения приводятся в пример всему обществу, жертвуют самым дорогим ради экстрима. Команда батискафа поставила свои жизни на карту, чтобы увидеть ржавый и никому не нужный постов корабля на дне океана. Воистину, интересы мира сего есть безумие перед Всевышним. Хочется верить, что у рязанских пенсионеров больше мудрости. Во вторник в Верхнем городском парке они открыли проект «Активное долголетие. Здоровая Рязань» и будут заниматься оздоровительными практиками на радость себе, детям и внукам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok